Была ли независимость? В Каталонии президент автономии так хитро объявил результаты референдума, что теперь все в недоумении. Ничего не понимают ни Европа, ни Мадрид, ни сами каталонцы. Карлису Пучдимону дали время до понедельника, чтобы он четко сказал, независимость объявлена или нет. А пока политики пытаются разобраться, что же всю эту неделю происходило в самой Барселоне. Материал нашего Алексея Пшемырского из Каталонии. Трудности испанско-каталанского перевода. Президент Каталонии Карлис Пучдимон наконец, спустя две недели, представил местным депутатам результаты референдума. Полагаю, они дают нам право объявить о создании независимой каталонской республики. Тысячи сторонников независимости, собравшиеся недалеко от парламента Каталонии в Барселоне, ликуют. Овации и в зале. Но не дождавшись их окончания, Пучдимон продолжает. Я прошу парламент временно приостановить вступление этого решения в силу, чтобы мы могли в ближайшие недели провести переговоры и найти выход из этого кризиса. Так была ли независимость, не понял никто. Каталонская республика на карте Европы не появилась. Улицы Барселоны снова заполонили тысячи митингующих. Вчера несколько тысяч сторонников Единой Испании вышли на площадь Каталонии. Люди скандировали, нет независимости. Пучдимона в отставку. Энрико преподает политологию в университете Барселоны. В отличие от многих своих студентов, он против отделения Каталонии. Каталонцы никогда не имели столько свободы, как сейчас. Обучение в школах и университетах ведется в основном только на каталонском. При том, что не все на нем говорят. Все эти разговоры о притеснении вранье политиков. Все это отделение наподобие Брексита нонсенс. Мы часть Евросоюза. Основное оружие Карлиса Пучдимона. 90% голосов за отделение на референдуме. Однако голосовать пришли менее половины каталонцев. Ведь Мадрид объявил это волеизъявление вне закона. Каталония разделилась. Есть риск того, что все это может перерасти в более серьезные стычки. Мы не хотим повторить судьбу Балкан. Мы не хотим гражданскую войну. Вот поэтому я сегодня здесь. Сторонники и противники независимой Каталонии то и дело начинают выяснять отношения на более чем повышенных тонах. Небольшая группа приверженцев отделения попыталась пронести на площадь флаг Каталонии. Завязалась драка. Вход пошли стулья из расположенного неподалеку кафе. На окраине Барселоны свою акцию устроили местные ультраправые. Они сжигали флаги Каталонии и кричали смерть сепаратистам. Нерешительность Пучдемона разочаровала и многих сторонников независимости. Еще неделю назад здесь, в районе Борн, где проживает местная богема, трудно было увидеть балконы без флагов Каталонии. Теперь их куда меньше. Многие люди запутались. Это какая-то ерунда. Мы оплачиваем зарплаты политиков, чтобы они делали свою работу, а они перекладывают ее на плечи людей. Это проблема политиков, но она уже разделила людей. Своё главное обещание – объявить о создании независимой Каталонской республики через 48 часов после референдума. Карлес Пучдемон не выполнил. Сколько это еще будет продолжаться? Недели? А потом, что вернемся назад к страйкам? Или чему? Я не понимаю. Все очень обеспокоены тем, что будет дальше. Официальный Мадрид выдвинул лидеру Каталонии ультиматум. У Пучдемона есть время до 10 утра понедельника, чтобы дать ответ, была объявлена независимость или нет. Если он будет положительным, то мы даем еще три дня, до четверга, чтобы он мог отменить это решение. Если ответа не будет, Мадрид уже в который раз обещает применить статью 155 Конституции, лишить Каталонию автономии, а Пучдемона отправить в отставку, распусти в местный парламент. Сам президент Каталонии от комментариев воздерживается, но в его партии уже заявили, своего лидера защитят. Пучдемон четко сказал, что объявляет независимость, исполняя волю каталонского народа. Однако, пока не вводит это решение в силу, чтобы дать место переговорам. Рахой должен решить, продолжать репрессии против нас или начать переговоры. Если они применят статью 155, каталонцы будут защищать свое правительство. И Мадриды Барселона пока молчат. Недообъявленная независимость и недоотправленный в отставку парламент. Отношения Барселоны и Мадрида последние недели все больше напоминают политический фарс. И вряд ли он закончится в этот понедельник. Именно это может объединить каталонцев и испанцев, которые все меньше доверяют как Рахою, так и Пучдемону. Рейтинги и того и другого стремительно падают. И не исключено, что вскоре каталонский кризис в Испании будут решать уже совсем другие политики. Из Барселоны Алексей Пшимыский, Евгений Каминский. Подробности недели телеканал Интер. Продолжение следует...